Всем привет! Решил поговорить о финале Лиги Чемпионов Манчестер Сити против Интера Манчестер Сити с минимальным счетом Интер переиграл Вот только что матч закончился, я решил видео снять Ну, если в целом, конечно, брать, то я считаю, что Интер поражения не заслуживал В основное время так уж точно Потому что если мы берем первый тайм Да, там был момент у Холланда, но там он не стопроцентный был У Интера в первом тайме моментов не было Ну, достаточно первый тайм скучная игра была Интер моментами даже лучше играл Там даже они и мечом владеть старались А с Манчестер Сити, сами понимаете Далеко не каждая команда способна владеть А точнее способна даже единицей владеть мечом А у Интера очень неплохо получалось В первом тайме временами И там даже в первой половине первого тайма Показалось, что игра может Свестись к ничьей Но оно в принципе Так и в дальнейшем казалось Если бы не гол Манчестер Сити Потому что если брать в целом Ну, я бы сказал, что По моментам у Интера моментов было больше И причем у него не просто были моменты у команды А что у Димарко момент был классный Что у Лукако, там просто убойные позиции были И как они не забили, это очень удивительно было По крайней мере для меня, не знаю как для вас И Интер Интер по большей части Выдерживал темп Манчестер Сити Выдерживал Контроль мяча В результате которого шли атаки И я считаю, что Интер очень хорошо подготовился к этому матчу Очень достойная игра в исполнении Интера Честно говоря, я не думал, что они так достойно будут играть Я думал, что Манчестер Сити выиграет Но думал, что все-таки они выиграют Мяча в два Вот так И все будет для них гораздо проще Но все-таки надо отдать должность Симоне Инзаге За то, что изучил Манчестер Сити достаточно хорошо все-таки Да, конечно, они один гол пропустили Достаточно обидно Родери вообще считаю Лучшим футболистом Лиги Чемпионов Ушедший, как говорится Сезон на 22-23 Какой гол красивый он Реалу забил В первом матче полуфинала в Мадриде Какой гол сейчас забил Важнейший гол И в целом Родери вообще красавец Мне очень нравится, как он играет И я считаю лучший игрок матча Просто Также мне еще понравился у Манчестер Сити очень Бернарду Силва Вообще молодец Он, конечно, при Гвардиоле прибавил И прибавил очень сильно За эти несколько лет Он просто с мячом очень филигранно владеет Мяч у него крайне сложно отобрать И далеко не всегда это получалось у футболистов Интера В результате чего Бернарду Сильве отдал передачу назад на Родери И тот мастерски пробил Считаю, что видно было, что он туда хотел бить Он туда и пробил, и забил Это единственный гол В матче Да, я, конечно, прогнозировал Знал, что Не то, что знал, а думал, что Манчестер Сити выиграет Но думал, что Все-таки Такую борьбу Интер им не навяжет А Манчестер Сити Как-то в первом тайме Даже сами обалдели от игры Интера Мне кажется Они думали, что все будет Для них гораздо проще Но Получилось наоборот Получилось так, что Интер все-таки На самом деле Умеет играть футбол Против таких команд, как Манчестер Сити Потому что, вы знаете, какая Сетка была у Интера В плей-офф Сетка довольно-таки Простая Потому что Ну, там Бенфика Порту И Милан Все-таки По сравнению с тем Какие соперники были у Манчестер Сити Там Реал Бавария То есть Понятное дело, что Тут Реал, Бавария Лейпциг Все-таки Ну, команды Более сильные Две немецкие команды Реал Победитель Лиги Чемпионов Прошлого сезона И Несколько лет Они там С президента Они доминировали Но Манчестер Сити Их прошел И считаю, что все-таки Если в целом Брать По тому, как Сити Двигался К финалу Наверное, они здесь Служили Но в этом матче Считаю, что Интер играл Как минимум не хуже Такое вот Мое мнение, ребят Спасибо за внимание Всем удачи Всем пока Спасибо за субтитры DimaTorzok